Как добро сразуметь текст и обмерковать его, обмерковать это обсудить. Я прочитаю вам казку я ще раз, а Каролина да поможет оживить я ее. Казка зробится живой. Так сели, прихожа, слухая уважливо. Дед Франтишек и Интернет. У сестричек Лены и Юльки радость. После долгих уговоров до них приехали дед Франтиша и бабуля Реня. И вось уже Амаль, месяц, дед с бабулей на новом месте. Мама с датом, Лена с Юлькой с усих сил стараются, коб яны не моркотились. А яны только про кутар свой вспоминают. И говорить, что кинули батька ушкину. Шкадась Амельникам и деда, и бабулю Реня. Думали, думали, думали Лена с Юлькой, як деда с бабулей отсутку радовать. А ночи при деде Франтишку включили компьютер. Дед спад шатку сдалеку назирал, як дедушинки гуляют. А тады ближай подселу. Пасля Лена и Юлька увайшли к интернету. Стали набирать тое, что деду цикало. И про войну, и про город, у яким другая дочка живет. Калишу с усветным сетеве, знайшли звездки про родных кутар, дед в окну. Ну и разумны, дед и компьютер. И откуда он усе ведает? На завтра только и говорки было, что про интернет. Тяпер дед Франтиша, освоивая компьютер. Девчинки учат ему корыстаться электронной кошкой, как досылать дописы внукам, як ежедуль далека. Тешится дед, и обяцая бабули. Навучуся саму-сяму, и тябе навучу. В крысе за новым занятком, тугава родным кутар, у деда и бабули змянилися на малые протёплые дни, кали можно будет проведать свою хашку. И они стали призвычайваться на новом месте, и у решки сказали, что так, что тут не так и кепско. И как раз про это дед Франтиша написал лист в дождце и отправил его по электронной кошке.